Мы продолжаем чтение книги Деяний и Апостолов, 15 главой, 36 стих. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марк, отплыл в Кипр. А Павел избрал себе силу, отправился, быв поручен братьям благодати Божьей, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Нужно отметить, что это начало второго миссионерского путешествия апостола Павла. Датируется начало этого путешествия в 49-м годах, и будет оно продолжаться три года. Нужно отметить, что между апостолами Варнавой и Павлом произошло некое огорчение. Церковно-славянский текст нам говорит о том, что даже произошло расприя в отношениях. И мы недоумеваем, как это может быть в отношениях между людьми святыми. И вот мы должны помнить о том, что кроме святости существует еще и человеческая сторона у каждого святого человека. И вот эта человеческая сторона, она тоже иногда себя проявляет. Это значит, что Дух Святый, он, это очевидно совершенно становится для нас, он не поглощает личности человека. То есть, в человеке остается его человеческое начало, со всеми порой его противоречиями. Это значит, что Дух Святый не проживает жизни вместо самого человека. И поэтому у каждого человека есть свои какие-то предпочтения, свои взгляды. И вот когда между Варнавой и апостолом Павлом произошла некая расприя, огорчение, то это не значит, что между ними произошел конфликт. Здесь святые отцы нам объясняют и говорят, конфликта не было. Было только разномыслие. А разномыслие это не есть противоречие. Дошел он до Дервии и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая о отец Эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Икании. «Его пожелал Павел взять собою и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Эллин». Здесь нужно обратить внимание на то, что Тимофей был наполовину Эллин, наполовину Иудеи. По матери он был иудеем, по отцу Эллин, то есть грек. И вот апостол Павел, несмотря на то, что уже были известны постановления Первого Иерусалимского собора, он совершает обряд обрезания над Тимофеем. Это тот Тимофей, которому позже будет, как епископу церкви, писать апостол Павел послание к Тимофею. И вот он совершает обрезание. Мы опять сталкиваемся с той проблемой, которую мы уже поднимали на предыдущей лекции. Было время очень драматичное. Это значит, что иудеи, в основном принимавшие христианство, оставались при иудейских взглядах частично. Конечно, частично они отказывались от иудейских воззрений, но частично иудейские взгляды сохранялись. И вот они считали, что и в христианстве тоже нужно соблюдать, продолжать соблюдение закона Моисеева, причем ритуальные законы. Не только законы благочестия, но и законы ритуальные. В том числе они считали, что нужно и обрезание тоже совершать над входящими в Церковь Христову. И хотя, как я уже сказал, Иерусалимский собор однозначно выразил свое мнение, что мы не должны отягощать язычников бременами неудобоносимыми, приходящими в Церковь к вере Христовой, обрядом, законом Моисея. И тем не менее, апостол Павел совершает над ближайшим учеником обрезание. Но обратите внимание, что он совершает обрезание не над язычником, а совершает обрезание над евреем, наполовину евреем, наполовину эллином, греком. Потому что Тимофей в будущем станет проповедником, и если бы он не принял бы обрезание, то иудеи не приняли бы его проповеди. Вот если мы будем далее читать о том, что Тита, его ученика тоже апостола Павла, вот послание тоже напишет апостол Павел к будущему святителю Титу, он его не обрезал, не совершил иудейский обряд обрезания над ним. Почему? А потому что Тит был греком по матери и греком по отцу. Это значит, что в нем ничего иудейского не было. И поэтому это не смущало уже иудеев, когда они видели входящего в церковь Христову, то есть принимающего крещение, язычника без предварительного обрезания по закону Моисееву. можно сравнить в каком-то смысле иудеев, принимавших христианство, с единоверцами. Единоверцы – это те люди, которые по обрядам жили старым обрядом, так называемые старообрядцы, исполняли старый обряд, но были присоединены к православной церкви. То есть это был некий компромисс. И вот сейчас мы видим, что некий компромисс был и по отношению к иудеям. Они присоединялись к церкви через также и через обрезание по ветхому закону. Но это было временное действие церкви, миссионерское, скорее, действие, но не было законом во все времена, последующие времена для истории церкви. И мы видим определенную гибкость церкви по отношению к немощным людям, которые считают, что все-таки нужно соблюсти в начале Ветхий Завет. Далее мы читаем, «Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». То есть мы видим, что они же говорили о том, что было принято на Первом Иерусалимском соборе. Напоминаю, что Первый Иерусалимский собор, для тех, кто не помнит, было отменено почитание закона Моисеева. «И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивали число. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Осии». Вот здесь нужно обратить внимание на эти слова, что они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Осии, куда они направлялись. Осия – это часть современной Малой Азии. И, дойдя до Миссии, то есть до города Миссии, это возле, ближе туда, к Гелисфонту, предпринимали те в Эфинию, но Дух не допустил их. «Миновавши миссию, сошли они в Трааду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Вот если внимательно читать этот текст, то мы видим, что было видение Павлу некого мужа македонянина. Кто этот муж македоний? Если это видение, то это говорит о том, что это был необычный человек. Но по внешнему виду он был как македонянин, то есть в одежде жителя Македонии. Нужно обратить также внимание на то, что Македония это европейская земля. И апостол Павел еще не ступал своей ногой на европейский континент. Он проповедовал доселе только в Азии. И вот муж македонянин. Кто же этот странный македонянин? По толкованию святых отцов это ангел-хранитель этой земли. у каждого народа есть свой ангел-хранитель по учению православной церкви. И вот именно этот ангел от Бога хранитель этого народа предстает предапостолом Павлом. И нужно обратить внимание на очень важную деталь. То, о чем мы уже как бы упоминали, но сейчас я еще раз хочу обратить ваше внимание на это. Ангел обращается к человеку. Помоги нам. мы видим, что угодно Богу, чтобы люди вразумлялись людьми, чтобы люди несли истину людям. Ангел он вестник Божий, а это значит, что он может принести весть спасительную весть для своего народа. Но именно Ангел исполненный силы Божественной существо обращается к человеку. Помоги нам. Вдуматься только. Дух бесплотный, который имеет огромную силу в сравнении с человеком, обращается за помощью к человеку. Если посмотреть современности ретроспективно в прошлое, то мы увидим, как изменилась жизнь европейского континента благодаря проповеди в частности апостола Павла. А тогда никто не заметил лодку или корабль, на которой переправлялись апостолы на европейский континент с Азии. Никто не мог себе представить, что именно с этими людьми связано новое будущее у Европы. Именно с этого момента начинается проповедь апостола Павла на европейском континенте. И мы видим, как по промышлению Божию Дух Святой не допускает идти туда, куда хотели они идти и призывает идти туда, куда угодно Богу. И вот этот поиск воли Божьей внутри Церкви является основным содержанием жизни церковной. Да будет воля Твоя Господи. То есть мы можем жить своими намерениями, но эти намерения не всегда совпадают с волей Божьей. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись сестра Ады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония, в этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феатир, именем Лидия, торговавшая Багреницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой, и живите у меня, и убедила нас. Мы видим, что первые обращенные на европейском континенте были женщины. И Господь отверз сердцею внимать тому, что говорил Павел. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая Духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Вот нужно обратить внимание на этот очень важный текст. Одержимая Духом прорицательным. Вот для нас, когда кто-то совершает какое-то сверхъестественное действие или совершает какое-то пророчество, является неким синонимом божественности, правильности, духовности, но мы видим из данного текста, что она была одержима Духом прорицания. И это прорицание не было угодно Богу, несмотря на то, что эта женщина произносила слова правильные, верные слова. Она говорила, сии человеки рабы Бога Всевышнего. Бога казалось бы, после этого можно ей полностью доверять. И апостол Павел мог бы тоже довериться этой женщине. Но раз она говорит о том, что мы рабы Бога Всевышнего, ведь так она на самом деле есть, значит она от Бога. И так она делала много дней, когда они проходили мимо нее. Они возвещают нам путь спасения. Это вторая истина, это действительно было так. Они принесли Слово Божие на европейский континент. Но Павел вознегодовав А потому что Дух прорицательный, который была одержима, эта женщина, это был падший ангел. Это не был Дух Божий, это был Дух Сатанин. И для того, чтобы обольстить человека, Сатана всегда говорит правду. Он никогда не начинает с обмана. Достаточно вспомнить, каким образом демон обольстил первых людей в раю. Он смешивал правду с ложью. Потому что, когда произносится правда, человек начинает испытывать доверие, но он эту правду искажает или недоговаривает. И таким образом у человека складывается неправильное представление. И вот уже вследствие этого неправильного представления человек оказывается в заблуждении. И вот после такой истины, которую пророчество падший ангел, можно было бы сделать вывод, что может это действительно правда. Лжи абсолютно, ни одного слова ложного нет. Надо любить только папу, чтобы разобрать все это. И именно к этому я и подвожу вашу мысль. пророчество. Потому что идет речь о том, что обучены навыкам, чувства к развлечению духов, говорит апостол Кожа. О том, что только опытный человек, духовно опытный человек, он может различать какого духа это пророчество. И Господь не желает этого гордого ангела иметь в качестве проповедника истины. Это очень важная мысль, на которую нам нужно опереться. Потому что некоторые утверждают, что ну ведь в других местах тоже есть, в других религиях есть тоже истина. И когда эти люди говорят о том, что в других религиях есть истина, то с ними с одной стороны можно согласиться, если рассматривать только с точки зрения формальной того, что озвучивает эта религия. Если она говорит о том, что Бог един, это действительно правда. Вот к примеру, ислам об этом говорит, иудаизм об этом говорит. Но это не совсем так. Это пол правды. Бог един, но трое чем в лицах. И если мы это последнее откровение не примем как важную истину, то тогда мы не сможем понять, а в чем же тогда Бог есть любовь. А раз мы этого не сможем понять, то тогда мы вообще не сможем понять то, что Господь принес в качестве евангельского благовестия, то есть благовестия, которое спасает человека от погибели для вечной жизни. И поэтому мы не должны обольщаться какими-то полуправдами, полуистинами, которые мы слышим где-то в других религиях. потому что полуправда она сбивает человека с толку. Она может обольщать красотой речи, изысканностью, изложением и так далее, и так далее. Но эта полуправда является неким дезориентирующим началом для нас. Мы должны понимать, что столб и утверждение истины это только Церковь Христова, которую Господь создал как свободное пространство от всякой луши. Это очень важная мысль. И мы также читаем здесь попутно о том, что она приносила доход большой своим господам, потому что зевак было очень много, которые любили послушать, ну а что там завтра ожидает меня? Ведь человек очень любопытное существо, и это любопытство является следствием того, что человек не желает исправлять свою жизнь, а просто желает любопытствовать, ну что меня там ожидает? Если человек живет благочестиво, если человек живет по заповеди Господней, то его всегда ожидает положительный исход его действия. Господь такому человеку всегда будет покровительствовать, и путь его жизни будет ясен и понятен для него. И конечно, когда эта женщина приносила огромный доход своим хозяевам, она была рабыней, и когда дух вышел в тот же час, когда именем Иисуса Христа апостол Павел сказал, повелеваю тебе выйти из нее, тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу его сотрудника на поприще апостольском, и повлекли на площадь к начальникам, и приведя их к воеводам, сказали, сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нет. Римлянам не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и давя много удара, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их, вдруг сделалось великое землетрясение. Как следствие этой молитвы, этого воспевания Бога, которое совершали апостолы Павел и Сила, вдруг, И так, что поколебалось с основания темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники бежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Это действительно необычно. Ведь если бы обычные были узники, которые не были бы исполнены этого духа христианского, они бы убежали, но они остались более того, они остановили темничного стража от самоубийства. Потому что он понимал, что если сбежали узники, которые были под его началом, то ему грозит смерть. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И поведя их вон, сказал, «Господа мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали «Верую в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой». То есть настолько было необычное для темничного стража зрелище, ведь те люди, которые сидели в тюрьме, это были какие-то разбойники, воры, проститутки. И здесь он увидел совершенно других людей. И он сразу же припал к ногам. Потому что понимал то, что произошло, было чудом. И выведя их вон, они же сказали «Верую в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать «Отпусти тех людей». Темничный страж объявил осем Павлу, воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним «Нас римских граждан без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают, нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и придя, извинились перед ними и выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, получали их и отправились. Быть римским гражданином, это значит, что быть под непосредственным покровительством императора. Оскорбить гражданина Рима, это значит оскорбить императора. Это, по сути, была особая каста людей в тогдашнем цивилизованном мире. И вот апостол Павел и сила были гражданами Рима. И нужно отметить, что апостол Павел, в частности, был уже от рождения гражданином Рима, потому что он родился от отца, который тоже был гражданин Рима, несмотря на свое иудейское происхождение. И вот в данном случае мы обращаем внимание на то, что христианин обращается к закону, к светскому закону, несмотря на то, что исток происхождения этого закона языческий. языческий. Язычники создавали этот закон, которым регламентировалась жизнь римлянина. Это не гордость. Выпустили и выпустили. Нужно обратить внимание на то, что в некоторых случаях апостол Павел не апеллировал к своему римскому гражданству. Но в некоторых случаях апеллировал. Почему? Потому что не столько беспокоила его судьба, как гражданина Рима, сколько его волновало мнение тех людей, которые видели, как их изгнали как разбойников из этого города. Ему было очень важно, чтобы у них не сложилось неправильное мнение о них, как о людях. То есть это послужило бы соблазном для жителей этого города. И поэтому в данном случае он говорит о том, что они не являются возмутителями римских законов. ведь эти хозяева одержимые духом прорицательных этой женщины, они ведь когда возмущали народ против апостолов, то они говорили, что они проповедуют обычаи, 21 стих, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. И апостол Павел хочет этим подчеркнуть, что он не является возмутителем гражданских законов, римских законов. Он проповедует истину. И это очень важный момент. Потому что если бы начали воспринимать апостолов, и это стало бы передаваться из уст в уста, что апостолы являются какими-то политическими интриганами, то тогда не было бы доверия к этим людям, то есть апостолов. И вот когда власти этого города пришли в темницу и извинились, не в темницу уже, а в дом этого стражника и извинились, то люди понимали, что они не являются политическими смутьянами. Это очень важный момент. пройдя через Анфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания. Я вам говорил о том, что рассеяние иудеев было достаточно обширным, пространным. Иудеи были рассеяны буквально по всему тогдашнему цивилизованному миру, в том числе и в нашем городе Керчь. Иудеи населяли еще в античные времена и наш город. А это значит, что они имели свою синагогу. И нужно обратить внимание, что если любой гражданин другого скажем какого-то государства и если он оказывался на территории чужого государства, то он освобождался от законов своего государства. Иудей не освобождался от своих законов нигде. Где бы он ни был, он всегда жил по иудейским законам. Это очень важная деталь. Он нигде не был свободен от иудейских законов. В какой бы стране, в каком бы месте он не жил. то есть даже гражданство римское не освобождало его от исполнения его иудейского закона. И вот в частности он посещает одну из таких синагог, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть от измертвых и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И мы видим, как здесь неоднозначно приняли проповедь, да и собственно мы знаем, что везде неоднозначно принимали проповедь апостолов. Кто-то принимал, кто-то не принимал. Те, кто не принимали, совершали против них народные возмущения, изгоняли их. И вот апостол вынужден был из-за того, что на него начали здесь преследования, направиться в город Верию. И здесь также было разное восприятие его проповеди. И вот мы переходим к 16 стиху этой же 17 главы, я уже как бы пропускаю. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал имя Иисуса и воскресения. И взяв его, привели в Ариапаг. Ариапаг – это место, где совершался суд над афинянами. И говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ариапага, сказал Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Вот обратите внимание на миссионерскую проповедь апостола Павла Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Несмотря на то, что мы читаем в 16 стихе, что он возмутился духом при виде этого города полного идолов. Это действительно было собрание огромного количества идолов. И перед этими идолами совершались жертвы, то есть приносились жертвы, различные жертвы. И все это, конечно же, сопровождалось нечестьем, развратом в большинстве случаев. И тем не менее, он не желая оскорбить искренность чувств по отношению к этим идолам, Афинян говорит, я вижу, что вы как бы особенно набожны. Не в том смысле, что он признает набожность их спасительной и правильной, а только в о том, что он видит искренность их чувств по отношению к этим идолам. Но они-то ведь не знают, что они чтят неистинных, неистинное божество. И вот он повествует о том, что он проходил их святыни, и вот среди их идолов, жертвенников, он встретил один, который был без идола. И там было написано неведомому Богу, то есть неизвестному Богу. Видимо, этот жертвенник ожидал какое-то очередное языческое божество. Это была некая вакансия для какого-то очередного божества или, возможно, какое-то ощущение того, что есть Бог, который превышает всякое их человеческое понимание. И вот апостол Павел используя эти детали их религиозной жизни произносит такую необычную проповедь, обращенную к язычникам. Если бы это услышали иудеи, можно себе представить, они готовы были бы растерзать его в этот момент, что, собственно, и они всегда при возможности старались сделать, когда проповедовал апостол Павел. Настолько это было, настолько была его проповедь, превышала всякий формализм. Эта проповедь была обращена к сердцу человека, к его разуму, не к его религиозным привычкам. И вот хотелось бы отметить такую деталь для лучшего понимания. В Свято-Троицкой Сергиевой лавре над входом в Успенский собор есть такая надпись «Ведомому Богу». Ведомому, то есть знаемому Богу. Здесь идет речь о неведомом Боге. Он неведом для язычников, но он ведом для верующего христианина. И вот именно этому ведомому Богу мы молимся. Именно к Нему мы обращаемся. Именно Его слова истины являются словами, на которых мы основываем свою жизнь. И когда апостол Павел проповедовал, то он сказал следующее. Бог сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Вот здесь очень четко определяет Он суть Божества языческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть наступают времена ведения, знания. И поэтому для того, чтобы окунуться в это измерение знания, для этого нужно прежде всего отвергнуть те стереотипы, которыми жило языческое сознание. Это называется покаяние, перемена ума. Если человек хочет приобщиться к новому, к Божьему знанию, для этого он должен изменить свой ум. А для того, чтобы изменить свой ум, для этого человек совершает очень мощный прорыв, рискованный прорыв, потому что ему приходится отказываться очень от многого, к чему он прежде всего привык. Вот что сложно человеку в жизни сделать, это прежде всего отказаться от того мира вещей, от той последовательности жизни, к которой он привык. И человек должен понимать, что ради Бога человек должен отказаться от многого, иначе духовной жизни не будет. Покайтесь, приблизилось царства Божия, оно приблизилось, но кто может соприкоснуться с ним? Только тот человек, который совершает перемену ума, отказывается от того, что мешает человеку видеть по-настоящему, правильно. Ведь мы часто говорим для себя, «Но я ведь знаю, как должно быть, я понимаю, что нужно делать, но человек этого не делает». Почему? Потому что для него, пусть он узкий мир, в котором он живет, маленький, плоский, примитивный, наивный, но это его мир. И выпрыгнуть из этого маленького уютного мира человек боится. Поэтому православие, христианство это религия прежде всего смелых людей. И рабу там нет места. Рабу не в смысле социальном, а именно в смысле некого качества бытия. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, то есть креста, он здесь не говорит о кресте, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Вот именно так часто и говорят сегодня неверующие люди, ну да, мы послушаем тебя в очередной раз. Мало чем изменилось, мало в чем изменилось человечество, потому что когда идет речь о воскресении, значит идет речь о том, что человек должен подумать о жизни, которая будет после воскресения, но подумать о жизни будущей, о жизни вечной, это значит подвергнуть некой критике свою эту временную жизнь, а ведь никто не хочет этого делать, потому что если подвергнуть эту временную жизнь, так бывает так, что от нее ничего не останется, и человек боится этого. Но ведь на самом деле мир, в котором человек живет, это искусственный мир, который человек сам себе создает. И что Бог для человека предлагает? Бог для человека предлагает выйти из искусственного созданного им мира. Иногда человек говорит, да, мы живем в огромной вселенной, но человек-то ведь не живет в этой огромной вселенной при всех его красноречивых выражениях. Человек живет в своем мирке работа, забота, хлопоты всевозможные, проблемы, как мы говорим. Вот где живет человек, а ведь это человек, который человек, границы этого мира, человек устанавливает для себя сам. Это всевозможные увлечения, развлечения, чем только человек не занят. И все это уменьшает возможность человеческой жизни, примитивизирует человеческую жизнь. Она становится узкой, такой, как его сознание. А сознание, как правило, формируется бытие. Помните, бытие определяет сознание. Это известный для нас лозунг еще с тех времен. Так вот, мы, а бытие это есть потребность, выражаясь языком Карла Маркса, Ленина. Это потребность. Помните, каждому по потребности. И вот, когда человек ограничивает бытие потребностью, то в результате его сознание становится таким же узким и примитивным, как и его потребность. Потому что потребности наши, какие бы они многогранные не были, они всегда будут ограничиваться только материальным. А материальное оно оставляет человека в этом мире, просто превращает его в большого дождевого чурья, в отличие от того маленького, который точит навоз под нашими ногами. «Итак Павел вышел из среды их, некоторые же мужи, пристав к нему уверовали, между ними был Дионисий Ариапагит и женщина именем Дамарь и другие с ними». То есть мы видим, что некоторые все-таки приняли, и мы знаем Дионисия Ариапагита как святого нашей церкви, который был удивительным тайнозрителем божественных тайн. После сего Павел оставил Афин и пришел в Каринф и найдя некоторого иудея именем Акилу родом Понтианина, недавно пришедшего из Италии и прискил жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеям и эллинов. То есть апостол шил палатки. Это было одно из его занятий, несмотря на то, что он был мудрецом своего времени, он был выпускником высшего учебного заведения, выражаясь современными категориями об образовании, потому что он закончил школу Галиля. Это известная школа иудейская. И тем не менее он был тружеником. И когда пришли из Македонии силой Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он отряд ше одежды свои сказал к ним кровь ваша на головах ваших. Я чист отныне иду к язычникам. Это уже совершенно четкое решительное заявление в иудейской среде о том, что его проповедь впредь будет сосредоточена среди язычников. И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. и Крис уже начальник синагоги уверовала в Господа со всем домом своим и многие из Коринфян. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Вот удивительная вещь, когда слушаешься, вчитываешься в эти слова, то ты понимаешь, что у Бога есть люди. Вот представьте, если бы Господь сказал эти слова апостолу Павлу, проповедующему на территории Керчи, и он сказал, в этом городе у меня есть свои люди. И каким было бы утешением для человека узнать, что этим человеком является кто-нибудь из нас? И вот есть у Бога везде свои люди. А свои люди это те люди, которые исполняют Его заповедь, Его волю. А это значит, что они становятся Его присутствием в этом мире. И поэтому никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие. Затем мы переходим к 18 стиху. Я как бы незначительные какие-то моменты уже не буду объяснять. Павел пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Брискила остригши голову в кенхреях по обету. Вот здесь нужно остановить наше внимание на на то, что апостол острит голову с Акилой, Акила это муж Брискилы, по обету. По обету в данном случае Назарийском. Мы видим, что в ходу, то есть в обиходе религиозном апостол использует некие элементы иудейской традиции, аскетической традиции. Назарий это временный монах, выражаясь уже в контексте современного монашества, потому что мы знаем, что монахи это те люди, которые дают обет на всю жизнь, безбрачие, послушание игумену и нестяжание. А Назарийство тогда еще не было постоянного монашества, было только временное. И вот это временное, оно могло проявляться в различных формах. В частности, когда человек исполнял свой обет, это могло продолжаться от 7 дней до 30 дней, но также это могло занимать и год, и больше, это было скорее связано с произволением человека. И вот когда он давал этот обет, то кроме того, что он не пил вина или не прикасался к своей жене, он при этом отпускал волосы, он не постригал волосы на голове своей. И когда заканчивался период обетов, то он постригал свои волосы, то есть постригал до определенной длины, вот, обычной, то есть это не значит, что полностью нужно было состричь волосы, потому что мы знаем, что в традиции людей того времени люди носили, короткие, мужчины носили короткие волосы. И вообще длинные волосы это традиция в Ветхом Завете назарейская исключительно, временная. Вот Спаситель он носил волосы, потому что он был постоянным назареем, что тоже немало удивляло людей. То есть это было не временное назарейство. Иоанн Креститель был длинными волосами, потому что он тоже был постоянным назареем, постоянным монахом. Это тоже было удивительно. И вот здесь мы видим, что в христианской жизни используются аскетические элементы иудейской традиции. Достигну Этеса оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. Я отправился в Эфес, из Эфес, простите. Акила же и Прескила остались в Эфесе. Мы обращаем внимание также в 21 стихе на то, что первенствующая церковь, имеется в виду ранее, раннекрестьянская церковь, еще соблюдала и праздники почитала Ветхого Завета. Но это не... Почему? Потому что еще не произошло окончательного отделения, отвержения евреями христианской церкви. То есть это был период, когда христиане, апостолы проповедовали среди иудеев. Они только знакомили иудеев с новым учением. И поэтому они собирались, как нам известно, и в притворе Соломоновом, то есть еще была в неком единстве новозаветная церковь, светкозаветная церковь. И соответственно праздники были до какой-то степени общими. И вот 22 стиха начинается повествование о третьем миссионерском путешествии апостола Павла. Оно началось с весны 53-го года по Рождестве Христовом до весны 58-го года. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатису и Фрегии, утверждая всех учеников. И вот в конце этой главы он встречает в Эфесе некого Аполлоса. Аполлос был родом из Александрии, он был иудеем. Но Александрия, как нам известно, была одним из восточных центров высокой культуры образования языческого. И Аполлос иудей, он проповедовал Христа и сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Но, к сожалению, он знал только о крещении Иоанновом. О крещении Иоаннова это было крещение в покаянии. То есть, нам известно, что оно не было еще присоединением, таинством присоединения к церкви. То есть, через Иоанново крещение невозможно было таинственным образом примкнуть к церкви Христовой, как к реальности, которую создал Господь. Мы уже об этом говорили, поэтому я не буду подробно останавливаться. И вот здесь повествуется в 19, в начале 19 главы о том, что Он и крестил там, где Он проповедовал людей, увервавших только Иоанновым крещением. И апостол Павел спрашивал их, а знают ли они о Духе Святом. Они сказали, что а кто это, они не знают. И вот Он проповедовал такая подробность. Здесь они крестились и далее апостол Павел возложил на них руки и не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. И вот далее Он проповедовал в училище некого тирана, то есть так звали этого человека. Вот на что нужно обратить внимание. 11 стих Бог Бог творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. И вот здесь один из моментов важных для нас, который имеет основание в Священном Писании о том, что одежда, какие-то предметы праведного человека имеют благодать исцелять человека от его болезни или же изгонять бесов. Вот здесь совершенно однозначно говорится о том, какую силу имели предметы одежды апостола Павла, святого человека, платки и опоясание с его тела. Почему мы и почитаем какие-то предметы святых людей, которые они использовали в своей жизни. Даже тень способна исцелить святого человека, помните, как тень проходящего апостола Петра. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух, читая, сказав в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? И вот здесь мы имеем дело с очень важным моментом жизни духовной, нашей церковной жизни, что если человек берется не за свое дело, если он дерзает совершать молитвы на изгнание злых духов, то он вступает в результате в неравный бой, в неравный поединок. И это заканчивается для человека трагически. И что мы далее читаем? «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили исповедуя и открывая дела свои». Вот здесь одно из указаний на Таинство Исповеди о том, что исповедовали и открывали дела свои. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Это огромные деньги, особенно для драхм того времени. Потому что и книги были в цене, потому что это было всегда рукописное искусство, и они, конечно же, были очень в цене. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. И вот нужно отметить очень важную деталь, что они принесли эти книги по чернокнижию и сожгли, что и надлежит делать христианам, которые имеют у себя книги по оккультизму и чернокнижию. Если они их не сожигают, то они повинны в том, что если кому-то они достанутся, и кто-то заразится этим зловерием, этим заблуждением, то это будет грех на его душе. То есть мы видим, что после того, как они покаялись в своих делах, то принесли эти книги. Это был плод покаяния, это были действия именно настоящего покаяния, не просто на словах, а на деле. Это очень важный момент, особенно в наше время, когда огромное количество этих ужасных книг, проповедующих и учащих людей чернокнижью, магии, оккультизму и стоит на книжных полках наших, нужно помнить, что их нужно придавать огню, уничтожать эти книги. Даже важная такая деталь, несмотря на то, что они были дорогие книги, то есть часто, ну как, ну это же я деньги заплатил, говорит человек, но так она красиво оформлена, так вот нужно понимать, что эта красиво оформленная книга является на самом деле ядом, страшной отравой для души человека. И далее мы видим, что в очередной раз был мятеж против Павла, некий Дмитрий, серебряник, он занимался изготовлением серебряных сувениров, он делал храм с храм Дианы, еще называет ее Артемида Эфесская, вот, и они как бы делали, нужно отметить, что сам Эфес, он был таким местом стечения огромного количества людей, паломников, и все покупали эти сувениры, и вот когда он начал проповедовать, апостол Павел, что это все идолопоклонство, заблуждение и так далее, то против него восстали, скажем, коммерсанты, выражаясь современным языком, потому что это угрозало их материальному благополучию, как они считали, между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем вообще собрались, так часто и бывает, особенно когда начинают совершать, какие-то знаете, людей покупают, вот, и как на Майдане незалежности в свое время, то есть они кричат и не знают что, для чего и по чем. По предложению иудеев из народа вызван был Александр, дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу, когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали, велика арты, не дай теская, нас богато, нас неподолатые, одним словом. Ну, блюститель, порядка, утешив народ, сказал, мужик резкий, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета. Одним словом, все это закончилось в результате, и мы переходим к двадцатой главе. Здесь нужно обратить внимание на то, что в Трааде седьмой стих, в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба. Вот встречаются очень важные слова, в первый же день недели. Вот что это за первый день недели? Это воскресенье. Это очень важный момент. И, как здесь говорится, что для преломления хлеба. А преломление хлеба это совершенно библейское, устойчивое словосочетание, которое указывает именно на совершение литургии. То есть, это богослужение литургического характера. Преломление хлеба это значит участие в таинстве евхаристской литургии. И мы видим, что они собрались в первый день недели. Нужно отметить, что вот если возьмем на греческом языке немножко наш русский вариант исчисления дней недели, он заводит на заблуждение. Ну вот греческий нам указывает. Дефтера это понедельник на греческом языке. Понедельник. Дефтерос второй. Второй. Понедельник. А у нас второй. Это вторник. И получается, что понедельник это второй день недели. Следовательно, первый день недели какой день? Воскресенье. Кириаки. А кириаки это греческое слово от существительного кириос, Господь. И вот нужно обратить внимание, что немецкое происхождение слова храм, кирха, то есть Господень, дом, кирха. А если мы обратим внимание на есть такое еще слово греческое обозначающее храм, потому что есть несколько слов обозначающих на греческом языке храм. кириакон, кириакон, тоже храм, Господень, дом, потому что есть базилика, царский дом, базилевс, царь. Есть также кафаликон, тоже храм, соборный храм. Имеется в виду кафаликон, это, если на наш язык переводить, это ближе к слову собор, собор собираться, а кафаликон имеется в виду вселенский. Но очень важно здесь подчеркнуть, что вот кириакон и кириаки воскресенье, то есть кириакон храм предназначенный для того, чтобы там в кириаки воскресный день чтить Господа. И вот первый день недели воскресенье собрались для преломления хлеба. Это ответ, один из ответов, вернее сказать, таким сектантам, которые называются адвентистами, их еще называют субботниками, потому что они говорят, что христиане должны совершать свои богослужения только в субботу. И поэтому они собираются для богослужений своих так называемых именно в субботу. А воскресный день это не день для почитания. Но мы видим в этом примере, что они собрались именно для преломления хлеба воскресный день. Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. в горнице, где мы собрались, там присутствовал евангелист Лука, который написал книгу деяний, которую мы сейчас читаем, и поэтому говорит, где мы собрались. То есть, он тоже был в этот момент за этим богослужением. Было довольно светильников. То есть, мы видим, что они собрались для богослужения и зажгли много светильников. Такое количество светильников при обычных беседах не зажигали. Поэтому он здесь и подчеркивает много светильников. Это в пользу того, что мы за богослужением используем светильники. Лампады на греческом языке. В данном случае мы используем лампады. И если мы опять-таки обратим внимание на происхождение слова свеча, то на греческом языке слово свеча звучит кири. Тоже кириос, кириаки. И во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, как некоторые на лекции. Пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья. То есть с третьего этажа имеется ввиду. И был поднят мертвым. Павел сойдя пал на него и обняв его сказал не тревожьтесь ибо душа его в нем. Вот удивительный момент относительно того, что сказал апостол Павел. Вот это ощущение души в теле, несмотря на то, что для всех он был мертв. Только для апостола Павла он был живым. И как здесь говорит текст далее, взойдя же пал на него и обняв его сказал не тревожьтесь ибо душа его в нем. То есть он совершил необычное действие для нашего восприятия. Он своим исполненным божественной благодати телом, потому что он участвовал в таинстве Евхаристии, имел в себе Христа Спасителя. Он настолько был в вере, в переживании этого таинства, что прикоснувшись своим телом, в котором уже была и полнота Христа, он воскресил измертвых этого юношу. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно. Вот здесь идет речь уже о преломлении хлеба обычного. Беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Затем мы переходим далее к прощальной речи в Мелите. Были приглашены пастыри и он уже дает наставление пастырям, пастырям, которых он рукоположил как епископ Божий, рукоположил для общин, евхаристических, литургических общин малазийских городов. и он произнес в том числе и такие слова. И вот ныне я по влечению Духа 22 стих иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорбь ждут меня. А почему? А потому, что мы сейчас в 21-й частности главе услышим, что пророчествовали и дочери диакона Филиппа о том, что с ним будет, что его ждут узы. и еще некий человек, пророк, пророчествовал о том, что его ждут узы. И по внушению Духа Святого ученики его тоже говорили о том, чтобы он не ходил в Иерусалим. И тем не менее, несмотря на то, что он знает, что его ожидает в Иерусалиме, Павел в ответ сказал 13 стих «Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав «Да будет воля Господня». Вот печать всей жизни человека воля Господня. И мы видим другую сторону жизни христианина. Он знает, какие опасности ожидают его, и тем не менее, он понимает, что в этом есть воля Господня, чтобы он пострадал. И вот опять, когда мы читаем эти странные слова относительно страдания апостола Павла, то мы не можем этого вместить, потому что мы опять-таки воспринимаем душевным умом своим, недуховным, как говорит апостол, что человек душевный, я же от Духа вместитель и принять этого не может. Мы слишком человечны, мы слишком экономим себя в жизни, мы слишком беспокоимся о своей плоти и крови. нас очень интересует наше тело. И когда идет речь о том, что человек должен пострадать ради Христа во славу Божию, помните, апостол Петр однажды сказал Христу, когда Христос сказал, что мне надлежит войти в Иерусалиме там пострадать, да не будет с тобой, Господи, сказал Петр. Но тогда Господь ему очень жестко ответил «Отойди от меня Сатана». Он эти слова обращает к своему апостолу «Отойди от меня Сатана». Сатана противник с еврейского языка. Он сравнивает его с Сатаной, потому что ты не можешь бояться, ты не говоришь то, что от Духа. И вот настолько жизнь христианина должна отличаться, потому что она должна быть движима Духом Святым. Это значит, что мы должны себя всегда приобщать к Таинствам Христовым, иначе в нас не будет Духа Святого. И вот на прошлой проповеди я говорил в воскресенье, приводил в пример слова Макария Египетского. Он сказал, что если человек не вкушает пищу и не пьет воды, то это говорит о том, что он скоро будет умирать. А если человек не вкушает духовной пищи, причастия Святого, Слова Господнего, это говорит о том, что его душа уже умирает, он духовно мертв. И вот когда мы, не участвуя в Таинствах, бывает обнаруживаем в себе больше интереса к мирскому, а не к духовному, это говорит, что наша душа умирает, она задыхается. И виновны исключительно мы в этом, потому что Господь говорит через священника, когда выносит святую чашу священник, он говорит такие слова, что придите и вкусите со страхом Божиим, верой и любовью приступите, но люди стоят, как соляные столбы, никто не приступает к этой чаше. А Господь в прошлом Евангелии, когда мы читали, Он говорил, если меня, если вас не слушают, значит меня не слушают, слушающий вас слушает меня, говорит Господь. Именно священнослужители несут это слово истинное. А если человек привык только себя слушать, то тогда в чем будет его духовность? Каким образом будет руководить Дух Святой жизнью этого человека? И будет ли она жизнью христианина? И поэтому неудивительно, что человек не ощущает никакого интереса к духовной жизни, потому что он уже умер. И для того, чтобы этого человека пробудить, для этого ее нужно воскресить, как этого юношу, который упал с третьего этажа, потому что уснул. И вот когда мы дальше читаем слова апостола, то мы видим. Павел прибывает в Иерусалим, и там происходит нечто необычное, опять-таки, с точки зрения его действий апостола Павла. Приветствов их, то есть иерусалимских христиан, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, а теперь наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаю. Кстати, нужно попутно заметить, что такие чтители неразумные иудейского закона на сегодняшний день есть некоторые секты, они называются адвентисты и иеговисты, свидетели Иегова. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел, сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед, то, о чем мы говорили. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. И об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавлененной и от блуда. Тогда Павел взял тех мужей и, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. То есть мы видим в данном случае, что он совершает с точки зрения уже обновленного сознания некое бессмысленное действие, но опять для того, чтобы не соблазнить немощных совестью иудеев, он совершает это очищение. Но это опять-таки на стыке ветхозаветной церкви, новозаветной церкви. Далее, когда увидели асийские иудеи, которые были тогда в Иерусалиме, они преследовали эти асийские иудеи в Асии, а здесь они увидели апостола Павла, начали возмущать народ против него, и в результате мы читаем всю историю, которая случилась с апостолом в конце 21 главы, и это уже окончательное заключение вузы апостола Павла. Здесь апостол произносит речь, и в этой речи он говорит о том, о чем он ранее еще не упоминал. Он обращается к толпе, которая готова была уже его раскирзать, но вот здесь пришел на помощь, вернее сказать, восстановить порядок тысяченачальник римский, и вот в результате он получает возможность говорить, и он говорит в том числе вот что, 13 стих, простите, не 13, а 17 стих, 17, когда же я возвратился в Иерусалим, а в Иерусалиме идет речь, возвратился после трехлетнего пребывания в Аравийской пустыне, помните, когда он был можно сказать в сотворе три года в Аравийской пустыне как отшельник. И вот когда он пришел в Иерусалим после этого трехгодичного пребывания в Аравии, молился в храме, и я пришел в выступлении, в экстаз греческом языке, и увидел его, то есть Христа, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. То есть Господь видел, что иудеи Иерусалима не способны принять свидетельство апостола Павла. И вот когда он произнес эти слова, слушающая толпа, слушала внимательно, и вот после этих слов я сказал, Господи, им известно, что я верующих тебя заключал в темнице и бил в синагоге, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоей, я там стоял, одобрял убиение его, и истерег одежды, побивши, и он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел вести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. То есть, он даже не стал особенно узнавать, просто стал бить по обычаю. Но вот, когда ему сказали тысяченачальнику, что этот человек римский гражданин, тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Цесеначальник отвечал, я за большие деньги и приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я родился в нем. Тогда тотчас отпустили от него хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. То есть, это была очень мощная система гражданства, которая защищала своих граждан, как у нас на Украине. На другой день желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его таков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и выведя Павла, поставил его перед ними. Здесь, конечно, апостол Павел очень мудро сумел сделать акценты в своей защитной речи, он, зная о том, что среди членов Синедриона присутствуют фарисеи и также саддукеи, а саддукеи отрицающие воскресенье, а фарисеи не отрицающие воскресенье, верящие в воскресенье, он начал говорить о том, что меня осуждают за то, что я проповедую воскресенье. И здесь фарисеи начали защищать от саддукеи апостола Павла. И в результате это, конечно, была правда, то, о чем апостол Павел говорил, потому что на самом деле его обвиняли и в том числе за это. Но вот ему таким образом удалось уйти от расправы Синедриона. И здесь мы видим далее, на что, собственно, стоит обратить внимание, чтобы мы уже закончили сегодня книгу Деяний, поэтому я как бы так уже более обращу внимание на самые важные моменты. В следующую ночь, 11 стих, 23 главы, говорит Господь, явившись Ему, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». То есть мы видим, как Господь ободряет своего верного человека, раба Божия, и говорит о том, что тебе еще предстоит свидетельствовать в Риме. Можете себе представить, что все думали о том, что они смогут уничтожить апостола Павла еще на территории Палискины, но только он знал хорошо, где ему предстоит умереть в Риме. То есть совершенно, вот вы знаете, вот один важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Вообще оценочные вот сознание человека, который знает то, что ему открыл Бог, и сознание того человека, который не знает того, какова какие пути Божии, тайны Божии. Вот апостол Павел знал о том, что ему еще предстоит проповедовать в Риме. Но все те, кто желали его смерти, они думали, что они уничтожат его и здесь, еще и сейчас. И вот такой один из важных моментов, что те асийские иудеи, которые начали возбуждать против него Иерусалимлян, они дали обет, что не будут есть и пить до тех пор, пока не прольют крови апостола Павла. то есть действительно очень жалко, вот потому что человек в злобе, понимаете, но очень важный момент, а апостол Павел знал, понимаете, знал об этих умыслах, замыслах против него, а вот эти люди, понимаете, вот настолько вот ограниченность вот этого человека и помрачает разум человеку злоба. Совершенно верно, то же самое происходило и с его учениками, и поэтому Господь сказал своим ученикам, и вас тоже будут гнать. Представляете, что сказал Господь своим последователям? И вас будут гнать. Кто может быть по-настоящему христианином? Только мужественный человек, то есть зная о том, что пророчествует о жизни христиан, Господь соглашается стать христианином. То есть Господь говорит ученикам, вас будут гнать. Это обращено и к каждому из нас. И если нас не понимают, и если нас гонят, то это всего лишь сбывается пророчество нашего Господа. И если человек всячески пытается избежать какого-то гонения, и считает высшей несправедливостью гонения на него, то этот человек просто забывает о том, что его спасители, его учители, его Господа тоже гнали. И вот эти более сорока человек, сделавших такое заклятие, просили первосвященника и так далее. Ну, вы читали, поэтому я уже не буду здесь на этом делать акцент, но тысяченачальник вывел его той же ночью в Кесарию. А Кесария это противоположный город по культуре, который был в израильской земле. То есть, Иерусалим это город иудейский был, а Кесария это иудейский город, но в котором процветало язычество. Это ставка римского прокуратора. Там была римская власть, в Иерусалиме была иудейская власть, царь иудейский, но цари иудейские очень любили жить в Кесарии при прокураторах римских и наслаждались всеми прелестями языческой жизни. Вели двойную жизнь. Ну, мы знаем тем более, что это была фамилия иродов и ироды были по происхождению этническому идумея, они не были иудеями, поэтому, собственно, иудеи их не воспринимали как своих, но, тем не менее, не хотели нравиться иудеям, но в то же время жаждали совершенно другой жизни языческой. Об этом я уже не буду подробно, мы говорили об этом. И переходим к... решить какое-то беззаконие по отношению к гражданину Рима. Хотя Феликс приглашал Павла, слушал его речи, но все-таки надеялся получить от него денег. Как нам говорит 26 стих 24 главы. Но в результате в узах провел апостол Павел два года. И потом он был по просьбе апостола Павла отправлен в Рим для того, чтобы предстать на сутки пресаря. Он выступал также перед Агриппой Иродом, перед его женой. И это 26 глава. В принципе, для нас это, конечно, все это важно, но он как бы рассказывает то, что мы уже знаем из своей жизни, и почему он стал на путь веры во Христа, потому что Господь его призвал чудесным образом. Так, и вот его прокуратор Палестины отправляет в Рим и были такие вот приключения кораблекрушения на пути в Рим. мы в 28 главе заключительно читаем о том, как они оказались на острове Мелит, и здесь когда в 3 стихе говорится, что Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда змея ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его, и на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убитя, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить, но он стряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда, они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но ожидая, долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. То есть, вот как люди меняют свое мнение, как часто они рассуждают, но на самом деле их рассуждения бывают вот такими очень абстракированными рассуждениями, не связанными на самом деле с истинной действительностью. Ну вот, здесь тоже произошли определенные чудеса, вот, и мы видим, очень важный, кстати, стих, 8 стих 28 главы, отец Публия, а Публий, это был начальник острова, лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложил на него руки свои и исцелил его. То есть, мы видим, что он исцеляет язычника и молится за язычника и возлагает руки свои на язычника. Понимаете? То есть, он не был крещенным язычником, просто был язычником. И он, помолившись о нем, исцелил его. То есть, это тоже один из моментов, когда говорят, ну вы знаете, а вот нельзя в церкви молиться за людей не крещенных. Я вам скажу, за литургией нельзя божественной. Но за молебном можно понимаете? Что-что? Конечно, можно. Конечно, нужно просто указать, что не крещен. Конечно. Потому что, если церковь не будет молиться за этих людей, понимаете, а как тогда? Каким образом мы вообще можем влиять своим немощным только словом? Поэтому мы молимся и мы видим, что даже исцеление Господь давал. Но мы видим другой пример из книги пророка Иеремии. Иеремии. Когда Господь говорит пророку Иеремии, чтобы он не молился за израилетяне, за израилетян, потому что, говорит, я не услышу твоей молитвы. То есть, получается, что за тех, которые относились по своей принадлежности религиозной к Ветхозаветной церкви, Господь говорит, пусть они не молятся, о них не молись, потому что я все равно тебя не услышал. А Саул, ведь он тоже был израильтянином, царь первый израильский. И то же самое, Господь не слышал молитвы пророка Самуила за Саула, помазанника своего. И в то же время мы видим, что за язычника Господь вне апостол Павел молился за язычника и Господь услышал. Поэтому вопрос, значит, я уже заканчиваю, потому что все, 28-я заключительная глава, мы ее прочитываем. И в этой главе говорится о том, что он прибыл в Рим, излагал учения о Царстве Божием иудеям, и они тоже с трудом воспринимали слова его. И тогда Павел сказал, поэтик, процитировал пророка Исаию, что ушами с трудом слышат, и очи свои замкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И здесь проповедовал апостол Павел среди язычников. И жил Павел целых два года на свои иждивения и принимал всех, приходивших к нему, проповедует Царствие Божие, уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. И там же закончились дни этого великого человека Божия апостола Павла в один год, 61 год, с апостолом Петром. Он тоже был, апостол Петр был распят на кресте вниз головой. Вначале его распяли как креста, но затем апостол Петр попросил, чтобы его распяли вниз головой. Он считал себя недостойным быть распятым таким образом, как распяли его спасителя. А апостола Павла, как гражданина Рима, усекнули мечом его голову, потому что позорной смерти на кресте граждан Рима не предавали. Только через усечение мечом. А что значит на свое междевение? На свое междевение? Это значит, видимо он делал те же палатки, которые совершенно верно, на свое междевение, потому что он был человеком одиноким, как монашествующие, как они совершают свое дело своими руками. Поэтому мы здесь почти монах. Он был монах, потому что он говорит об этом 7 главе Коринфянам, о том, что вообще он там говорит о браке. Но мы об этом конечно попозже поговорим. это будет отдельная у нас беседа. А сейчас если у вас есть вопросы по деяниям апостольским, пожалуйста. Есть вопросы у нас. Да, да. Катология писает, который напоминает им к 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 указывать. Понимаете? Он не крещён на салты не можно заказать? Вы знаете, я считаю, что можно. Почему? Потому что у нас, конечно, я сразу скажу, есть некое двойственное отношение к этому вопросу. Некоторые утверждают, что молиться в церкви вообще можно только за православных крещёнок. Только за православных крещёнок. Но есть и другие мнения внутри церкви. о том, что можно молиться также и за некрещёнок. Я приводил в прошлый раз уже пример о том, что мы за некрещённых молимся, когда произносим ектинию об оглашенных, даже за литургией божественной. То есть, они присутствовали в храме и за них молились, за оглашенных. Но за литургией можно молиться о некрещённых только тех, которые желают принять крещение. Это за литургией. А за молим нам можно молиться о всех тех, о ком мы хотим молиться, чтобы они в разум истины пришли. То есть, они ещё далеки от всякого представления, о Боге, о вере, мы можем уже за них молиться. потому, потому что мы только можем обретать утешение за наших, скажем, родственников, которые не крещены, которые язычники или находятся в заблуждении каком-то, только в молитве. А если мы не сможем излить свою душу в молитве за этих людей, то каким же образом мы сможем вообще тогда повлиять, повлиять на их судьбу? А если умерший? Если умерший человек, конечно, здесь вопрос решается проще. Почему? Потому что если человек однозначно сказал о том, что он отрекается от Бога, потому что живой человек, он еще как бы находится в неком размышлении, понимаете, разбойники, мы знаем, каялись, еретики каялись и так далее. А когда человек мертвый, то мы как бы что-то знаем об этом человеке, а его, понимаете, в последнем слове можем знать. И если, конечно же, человек не отвергал Бога, раз он не отвергал Бога, значит, можно и кадатрствовать перед Богом за этого человека. Но если он, конечно, отвергал, то понятное дело, что мы за такого человека не сможем молиться. Понятно, что это правило утреннее правило, это молитва за умерших, есть, там трижды повторяется молитва за умерших неправославных, вот чаще воскресенья мертвых. Раз мы молимся официально. Но я же сказал, понимаете, но если человек, понимаете, не, я же только что объяснил, понимаете, смысл, что, ну, представьте себе, если человек говорит, да я не верю в вашего Бога, понимаете, что называется с этими вот словами, человек умирает. это его последняя воля, понимаете, понимаете, но другое дело, когда человек был там в заблуждении, он не отвергал Бога, но чего-то он не понимал, понимаете, то, конечно же, мы можем за этого человека молиться, но опять-таки, что значит молиться за человека, который, по сути, уходит в ад, потому что сказано же Спасителям о том, что некрещенный от воды и духа не может наследовать Царство Небесное, понимаете, то есть крещение это таинство, которое вводит человека в церковь, и оно же вводит человека в результате через церковь в рай, в Царство Божие, но если человек не принял этого спасительного таинства, значит, не может войти, но тем не менее мы знаем, например, святых людей, которые молились за, понимаете, язычников и так далее, и так далее. То есть мы должны понять, что есть некая закономерность, а есть некое исключение. То есть по закономерности нет, но есть же исключительные случаи, понимаете? Я очень хотела у парильских сынов окреститься, он просил, они же, сами понимаете, были высокие такие, секретари, райкома, все, и он ушел запрещенный умер на 22-х лет. Вот так вот. Да. Очень хотел это учиться, а я когда не боялась даже на 22-х лет. Вы знаете, тем более, если вы привели именно уже в пример этого человека, вот отец парильского, да? Это же известный очень человек, который в свое время был дедушка, он был первым секретарем райкома Ленинского района. Вот. Это был человек, который по сути создал этот Ленинский район. То есть вот эти леса, которые есть там на территории, это же леса парильского его называют, потому что он вообще посадил эти леса, но что вообще пустыня была, когда в 59-м году Ленина это одно дерево росло значит на этом, на этой станции. Вот. То есть не было ни воды, ничего не было. И конечно трудами этого человека, который имел один костюм всего в жизни, вот, так сказать, в этом костюме он ездил и в горком, и в райком, и в обхо партии, и ходил по своим лесам. Вот. И то есть этот человек действительно был очень такой честный, справедливый в жизни. И вот его внук, вот, он как бы тоже был таким достаточно человеком, как бы порядочным, без скидов. Вот. Поэтому, понимаете, вот опять-таки мы говорим, если о законах определенных, то идет речь о том, что некрещенный отряды не может войти в жизнь вечную. Но наши чувства, понимаете, когда мы знаем человека, когда, скажем так, он был по сути честным, порядочным человеком, старался, понимаете, жить правильно, по совести, скажем так, то, понимаете, именно это исключение дает нам дерзновение, понимаете. Вот даже заканчиваются слова о деянии апостольских. Проповедовав со всяким дерзновением невозбранно апостол Павел, вообще вся его жизнь это было дерзновение. Вот обратите внимание, потому что ему противоречили иудеи, который говорит, да что ж ты делаешь? Так не должно было быть. И вся его проковедит дерзновение. И то, что он пришел и помолился за этого язычника и получил язычник исцеления, этот отец Ублия, это тоже было дерзновение. Понимаете, все дерзновение, жизнь христианина это дерзновение, потому что любовь может только человека делать дерзновенным. Потому что, когда человек видит, что кто-то страдает и он исполнен любви к этому человеку, он как? Он будет защищать всем своим существом этого человека. Но опять-таки есть и закономерности. Казалось бы, что, а зачем тогда значит закономерности, если существует исключение, путь исключения? А потому что закономерности, они указывают на то, как человек должен жить. Но исключение указывает на то, что человек выше закономерности. Потому что любовь выше любого закона. И об этом, конечно, апостол Павел очень будет много говорить в своих посланиях, которые мы будем читать, надеюсь, Боже будет. Да, конечно, и по совести будет язычников, то есть тех людей, которые не знали. Но что такое совесть, опять-таки? Совесть это закон Божий, который вложен в человеческую природу каждому человеку. То есть это голос Божий, который говорит через призму человеческого естества. Если человек слушается этого закона, то он поступает по Божьему. А раз он поступает по Божьему, значит, он угоден Богу. Но он не получил такой возможности получить полноту истины, но тем не менее Господь будет спасать такого человека. На литургию нет. А на панихиду да. На панихиду да. Громче говорите, пожалуйста. Вот злой дух сказал Иисусу знаю, а Павел не истина. А вы кто? Ну и так далее. И по этому поводу пояснение сделали. Но вот есть же молитва, которая называется ограждающая азы духа. эта молитва не относится к тем пояснениям, которые нет. Дело в том, что понимаете, дело в том, что понимаете, есть так называемые, мы говорили о заклинательных молитвах, о ее некой, так сказать, двойственности происхождения этих заклинательных молитв. Но сейчас ладно, это в сторону. Вот важно что? Одно дело, когда человек дерзает изгонять беса из другого человека, это одно. Но другое дело, когда человек просто читает молитву на то, чтобы Господь охранил его именно от злой силы. До воскресни Бог и так далее. Вот. Поэтому, понимаете, когда человек вот даже Григорий Двоеслов молился за Трояна, по-моему, язычника, и именно Господь сказал, что ты не делай так. Хотя он облегчил страдания Трояна языческому императору. Понимаете? Поэтому здесь что важно понять, что вот это именно много может молитва праведного. Понимаете? То есть вот как апостол, помните, он посмотрел, скажем, на кого-то там совластью. то есть мы не можем так посмотреть в силу своего греха, помраченности, а он, понимаете, он видел насквозь человека. Это человек исполненный Духа Святого был, понимаете? Это человек, который вот, и если человек берет на себя такие, такое дерзновение молиться, там, отчитывать кого-то от беса, то он попадает сам под действие этого беса. Он не способен вступить в единоборство с этим бесом. Поэтому одно дело молиться просто за себя, чтобы Господь оградил, а другое дело молиться за кого-то, потому что иногда Бог попускает, как мы говорили уже, это вообще, как бы всегда Бог попускает, вернее сказать. Что-что? Отношение этой молитвы к себе допускается. Конечно, за себя вы можете молиться, за себя да, за себя да, потому что за себя, конечно, это совершенно другое. А тут уже, понимаете, человек говорит, да я вступлю сейчас в поединок, понимаете, с бесом. Это заканчивается очень трагически. Мы знаем эти примеры, я тоже как бы пытался приводить. Да. Когда апостолы были апостолами проповедов по всему миру, было много общения юргейских. Хотя бы вы в мнении, что эти иудеи были разосланы после распятия Бога. Как бы вот как это понять? Значит, они были уже рассеяли по всему миру. А, значит, иудеи... Не, ну иудеи, во-первых, нужно понимать, что они постоянно находились в состоянии войн с ближайшими с ближайшими народами. И оккупация Рима была, значит, иудейской земли. И, соответственно, когда... Вот что такое империя? Империя — это огромное государство, которое вмещает в свое измерение какое-то количество государств, чужих земель. И, соответственно, но это, опять-таки, государство, империя объединяет эти мелкие, скажем, государства. И раз они объединяются, следовательно, вот римские дороги чего стоят? Римские дороги ничего раньше подобного не было вообще в истории человечества. То есть появились дороги, это значит, появился очень такой удобный путь коммуникаций. Эти народы мигрировали, переселялись, ехали в, так сказать, с целью лучшей жизни и так далее, и так далее. То есть позитали все готовы своей жизни. Конечно, то есть совершенно верно, то есть причин было много. Это и когда оккупанты переселяли, это и сами переезжали, то есть было много причин. Вот, то есть история России иудейскому предшествовала достаточно продолжительная. Поэтому в результате иудеи были рассеяны по всему тогдашнему цивилизованному миру. Еще вы говорили, будь ехали и сознание. Но вот есть причина itas можно сказать, что уже постепенно сознание будет определять его бытие, менять его бытие? Конечно, конечно, конечно. Какож бы конечно. Спасибо Господь. Ну да, потому что мы-то должны сознание определять бытие, а не бытие должен определять наше сознание. Бытие определяет сознание это марксистское именно положение. Спасибо Господь вас за внимание, 19 часов, поэтому уже не смею более вас задерживать. Что надо, читайте. Ознакомьтесь, пожалуйста, с соборными посланиями апостолов. Это и послания Иуды, и Анна, и Петра.